Вообще, госбюджеты в Украине давно перестали быть, так сказать, очень строгим документом. В бюджет регулярно вносят правки, и под конец года статьи расходов часто отличаются от того, что утверждают депутаты изначально. Например, в этом году приходилось уже несколько раз добавлять расходы на субсидии. Не совпадают с бюджетными и показатели инфляции. Цены в этом году растут быстрее, чем планировалось. Ожидает ли нас то же самое в следующем году? Обсудим с Евгением Копенусом, государственным секретарем Министерства финансов Украины. Он сегодня гость подробностей недели. Здравствуйте, Евгений. Спасибо, что нашли время. Евгений, как бы вы охарактеризовали проект бюджета на следующий год? В чем его основные приоритеты, по-вашему? Я, может быть, если можно, начал без того, что бюджет на следующий год принципово изменился по процедуре, оскільки мы подготовили перед тем, как подготовили бюджет бюджетной резолюции, и практически все распорядники свои показатели получили заранее и могли уже прогнозировать, чтобы увидеть, какие реальные будут показатели в следующий период. Если говорить о том, каким же есть бюджет, первое, я скажу, что мы старались, чтобы он был сбалансирован, оскільки мы пытались доходную часть, пропрацювать достаточно детально, пропрацювать с экспертом, увидеть основные за и против, и, соответственно, сказать, что это основная часть бюджета. После этого уже только строилась выдачная часть, которая рассчитывала возможности бюджета, и рассчитывала, какой же потенциал мы имеем в следующий год. Если взять про приоритеты, то, наверное, стоит сказать, что на сегодня у нас был социальный приоритет, медицина, обучение. Как мы видим, мы так год назад обговорили 3200, говорили о том, что пенсионеры не получили соответствующие пенсионные обеспечения. Я очень счастлив, что правительство смогло держать свое слово и поднять пенсионные обеспечения, осуществлять пенсионеры пенсии. А вот здесь сразу спрошу, а что будет дальше? Андрей Рева, например, министр социальной политики, уже пообещал, что в следующем году обязательно повысят пенсии тем, у кого в этом году это повышение было мизерным. Вы заложены эти деньги в государственном бюджете? Коллеги, я хотел бы наголосить, что, де-факто, сегодня прошло осуществление. И сегодня мы будем смотреть, какие результаты мы отримали с урахованием моих этих показателей. Мы видим, что на сегодня тот ресурс, который предпочен на следующий год, он даст возможность определенные ресурсы дополнительные. И уже с урахованием этого будут приниматься решения щодо подальших изменений. Евгений, сейчас вот все-таки, сейчас, ну, я понял, вы говорите о том, что если будет все-таки перевыполнение бюджета. Но я сейчас не удержусь и столкну лбами два ведомства. Все-таки Андрей Рева, министр социальной политики, когда обещает пенсионерам повышение, которые его не сильно заметили, он это просто обещает или осуществляется на цифрах проекта бюджета? Я себе дозволю, как представитель Министерства финансов, все-таки говорить, что мы должны выходить из реальных показателей и все-таки говорить про то, что наступные шаги должны быть обрунтованы на основе тех реальных результатов, которые мы увидим в надходлениях до государственного бюджета, в надходлениях до сенсионного бюджета. Спасибо. Вы очень тактично, но все-таки ответили на мой вопрос. Мы можем министрам, в общем-то, посоветовать еще подумать над тем, что они заявляют. Рост социальных расходов, он заметен в проекте бюджета на следующий год. Скажите, пожалуйста, а доходов хватит на все эти социальные расходы или будет покрываться новыми кредитами и просто включенным печатным станком, например? Я как раз почавец того, что мы намагались максимально прозоро провести обговорение доходной частины. Мы залучили кращих экспертов, которые есть в Украине. Мы погодили и работали соответствующую доходную часть с Международным валютным фондом и уже после этого только строили выдачную часть. Кроме этого, я хотел бы сказать, что на следующий год закладывается, наоборот, уменьшение залучения дополнительных денег. Предбачивается, что дефицит будет 2,4 вместо 2,7 млрд. И это значит, что мы, наоборот, и пытаемся минимизировать дополнительный дефицит бюджета. Евгений, но ведь в проекте бюджета предусмотрен и существенный рост государственного долга. За счет чего и каким образом его будут обеспечивать? Если брать в отцетковом отношении, то, я, как назвал, с 2,7 до 2,4 млрд. И происходит снижение государственного бюджета. Но если брать в кошках, то так, в связи с тем, что сроста база, соответственно, загальная сумма предбачивается на уровне 7,7 млрд. Хорошо. В проекте бюджета снова, как и несколько лет назад, предусмотрено сразу несколько десятков миллиардов гривен от приватизации. Приватизация, по большому счету, в стране не работает все эти годы. Вы готовы снова и в следующем году затыкать дыры вот эти? Я, мабуть, хотел бы наголосить на то, что уряды намагаются последовательно делать изменения в определенных сферах, таких, как медицина, освета, по которой были приняты соответствующие законодательства, так и мы сподеваемся, что Верховной Радой будет на большом часе поддерживать соответствующие законодательства по приватизации, которое дает возможность делать более прозорными, более открытыми и залучить лучших международных инвесторов для приватизации наших объектов. Поэтому мы как раз сподеваемся, что следующий год будет годом, который даст возможность на самом деле отримать те показатели, которые заложены на сегодня в государственном деле. Но будем надеяться, иначе снова придется, в общем-то, как-то латать этот бюджет и закрывать вот эту вот дыру несколько десятков миллиардов гривен. Спасибо вам, Евгений, за эти ответы. Евгений Капинус, госсекретарь Министерства финансов Украины, был нашим гостем. Мы продолжаем подробности недели, и вот о каких темах поговорим далее в программе. Война на оба антикоррупционных дома. Почему НАБУ и НАПК вместо охоты на казнокрадов сцепились друг с другом? Незаконный арсенал. Сколько нелегального оружия хранится у украинцев, и как остановить черную гонку вооружений? Опасные игры с детскими жизнями. Дефицит вакцин. Кто виноват? И как вывести своего ребенка из зоны риска?